Я очень полагаю, что вы так или иначе в курсе тех событий, которые у нас происходят. Очень высокая социальная напряженность сейчас. Люди делятся на какие-то, ну и прежде всего по взглядам, конечно. То, о чем я говорила, все это отображает в социальных сетях хаотично, потому что там нет системы, там каждый выкинул какую-то свою реплику, мнение и прочее. И не формулируется, не формируется общность такая, видите. Вот что можно сегодня, прямо вот здесь и сейчас, в прикладном смысле, подсказать людям нашим, нашим своим соотечественникам, чтобы почувствовать им себя лучше. Люди имеют разное мнение, потому что имеют разную природу материальную. Поэтому для них как бы есть разные критерии благополучия. Это нормально. Но есть что-то общее, что людей может соединить. Это счастье. Причем несчастье будущего, в которое, может быть, люди уже мало верят, если пообещать счастье в будущем, потому что все обещают счастье. Коммунисты обещали счастье и так далее, но не получается. Поэтому каждый сам за себя. Сейчас мы видим вот это вот расследование общества, распад как бы, да? Отчуждение. Отрицание. Да, отрицание, отчуждение, критика, раздражение, вот неудовлетворение какое-то выражается. Потому что люди несчастные стали. Поэтому сейчас нужно вернуться к счастью. Именно сейчас человек должен научиться быть счастливым прямо сию минуту. Прямо сегодня. Для этого нужно получать знания. Без знания счастье недостижимое. То, что я могу сейчас указать, как бы направление к счастью. Да, я понимаю. Сначала знания нужно исследовать эту тему. Что такое счастье вообще? Не придумывать какие-то новые, да, свои представления, а изучить науку счастья. Счастье – это отношения, любовь. И разве мы не можем строить отношения сейчас уже? Цена. Счастье. Счастье. Продолжение следует...